всем привет 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 сейчас у нас дарья присоединиться привет привет да немножко запаздываем но нормально у нас сегодня тема классная тема дети и родитель их родители привет привет всех рада видеть молодцы его и дашенька присоединилась дашенька подай заявочку я это тебя присоединю тема нравится тема дети дети их родители увидит не хотите ли дашь нажала я тебе разрешила а вот сюда даша у нас подходит вот она все подключилась и веда говорим тема родители увидеть не хотите ли как-то у меня это по-другому экран по-другому да а можно приблизить оказывается можно приблизить я не знала а где а где берешь раздвигаешь как обычно удалить вряд ли удалить не получится да а хочется сидеть удобно да всем 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 привет правда тебя все это закидали этими комментариями чувствовать оставим комментарии до 100 я конечно ну ладно забыли мои реснички а я плохо вижу что у нас уже люди пришли давай скажем что мы хотим сегодня ну мы по разным причинам взяли да ну во первых мы с тобой обе многодетные мамы да я думаю что как тебе так и мне задают очень часто один и тот же вопрос регулярно регулярно и это не день сурка да если мы говорим про день сурка когда это что-то такое то у меня сегодня день начался утром чат марафона стройнеем вместе потом чат клиентов это хилинг потом значит нужно было всех поднять и приготовить накормить самой не забыть поесть потом дежурные моменты по поводу нашего квеста который у нас проходит в stories потом это все пока разрулили конференция директорами еще да конференция директорами но это я уже по ходу еще приводила себя в порядок да мы погуляли с девчонками пришла домой тоже разрулили там еще кое-какие моменты сейчас у нас там мой прямой эфир потом я готовлюсь вечером у нас вебинар новый марафон для команды да у нас у нас сегодня прямой эфир и два и два вебинара один даша проводит другой я и все вместе да поэтому когда вот такой цейт нот иногда хочется сказать у я я у я у я у да да это потоп это хороший момент да да важно да мы почему и начали этот разговор потому что ну во первых приходит огромное количество вопросов как вы это все успеваете да если в твоем случае уже ребята выросли и ты этот прошла путь уже есть какие-то наработки я это сейчас особо остро ощущаю да девчонки не ходят в садик потому что мы все еще на карантине в садике у нас не как в режиме дежурных групп и поэтому приходится действительно огромное количество дел делаете в этом суматохе вообще не забыть про себя потому что ты женщина ну что ты женщина и ты должна быть красивой и это не по поводу я не люблю слово должна ты прекрасно про это знаешь она должна только себе любить любить себя принимать себя и быть в состоянии ресурса потому что если нет этого ресурса мы с тобой прекрасно знаем что произойдет аппфф будет ну главное знаешь как еще слушай можно в не в тему вопросик такой у меня почему-то экран мигает что происходит ничего не понимаю у тебя у тебя видимо освещение просто периодически солнышко как-то попадает нет не солнце сам экран и прям тынь-тынь-тынь-тынь мигает мне что хочет не знаю не знаю а у тебя не стоит случайно это таймер нет подсветка не знаю ладно ну у нас два момента почему мы действительно дарья сказала почему у нас прямо два четких первое это мама и дети те которые мамы начали как советы и задают вопросы второе мама потому что уже которые мамы взрослые и у них есть возможности поделиться но второй момент которые мы хотели бы сегодня еще затронуть это то что делает компания это то что вот этот проект это просто бомба это просто нереальный момент который вот как раз я мама Бесплатной и это просто 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 чуде смотри мы надели сначала разговаривать что у нас запланирована была на самом деле другая тема мы ее обязательно проведём чуть позже и сейчас реально хочется поделиться тем что когда задают вопрос как ты все успеваешь но надо научиться этому и успевать все нереально ну то есть никто все не успевает вычленять важно делать что сейчас у тебя в приоритете да иногда бывает я сижу круглосуточно и у меня была ситуация когда мне задали вопрос даша у тебя где дети почему ты сидишь в течение двух часов телефоне ну как бы я работаю и поэтому я два часа а может быть и 24 часа в сутки я могу посвятить тому что я должна сделать для работы и да дети у меня рядом они сидят где-то смотрят мультики где-то играют сейчас там играют вон разложили лего и да иногда я злюсь и да я не идеальная мама но я позволяю себе быть такой потому что у меня сейчас приоритет например да мне нужно больше уделить внимание в определенное направление то есть у меня есть стоят цели планы на развитие бизнеса сразу нескольких направлений и поэтому я понимаю что это будет благо не только мне но и моим детям да то есть и все рядом с детьми но ты продолжаешь работать и вот это такой момент очень клёвый потому что многие как делают многие говорят вот например знаете как я сегодня я может быть сейчас скажу очень грубо но я все-таки эту фразу я позволяю ее говорить дарья можно я скажу когда когда мне говорят я говорю давай пойдем мол типа на чем работать на чем двигаться а мне говорит у это я не могу у меня дети и вы меня простите я говорю а у меня видимо нас рано вы меня простите но я правда так говорю у меня трое детей когда человек с одним ребенком не знает куда приткнуться он начинает его облизывать но это это хорошее чувство мама но когда ты сидишь с ребенком если есть кто-то кто тебя обеспечивает и ты не нуждаешься в деньгах я могу это понять а если ты нуждаешься в деньгах если у тебя проблемы в семье если например не справляется твой мужчина если например даже есть может быть нету мужчины и ты сидишь и ноешь у меня дети то мне хочется сказать вот правда я таким людям я прям в открытую грюк а у меня нас рано у меня простите но я прям вот так говорю я буду когда у меня но это правда и ты через это прошла ты работала на нескольких работах для того чтобы себя давай я скажу просто может кто-то не знает хотя у меня фотографии там целая куча вот буквально днях выложила воспоминания малышей меня было трое разом трое близнецов и они все трое хотели писать они все трое хотели кушать они все трое хотели одеваться маму маму и и даже на улицу когда мы выходили кто успеет за руку взять вот двое раз успеет а третий идет один на руку кем их не брали потому что ну невозможно взять на руки одного возьмешь остальные как и я прошла через ну для меня это было счастье но если бы вот по тем параметрам если расписать что мне пришлось проходить это практически ад был потому что бывало папа на работе все на работе а я с тремя разом одного возраста это когда они потом уже начали более-менее ходить там уже хотя бы чё-то с собой ухаживать а по первости они все трое лежали они все трое сидели на маленьких стульчиках не всех троих нужно было накормить и и до сих пор вспоминает такую ситуацию я их кормила с ложечки потому что они не умели они говорят ты делала так вот так вот у меня племянника все время наблюдал и говорит я бы все время не мог понять почему ты так делаешь я доносила ложку и выворачиваю его так чтобы чтобы она попала в рот чтобы там никуда не вывалилась вот-вот как как галчата 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 по-другому никак это накормить и когда детки подросли начались большие бедки потому что они научились ползать и это началось вау-вау а мне кушать надо готовить мне стирать надо мне убираться надо все на работе кстати по поводу стирать хочешь расскажу пример буквально вчера из опыта но наши дети действительно ну и я не буду говорить за всех но многие уже разленились и некоторые вещи элементарные они не знают в моем детстве это было действительно так что у многих у наших мам да и там в том числе там у твоего поколения старшего поколения машинок стиральных не было или они были такие что копить сначала а потом стирать сжать ее надо а то она ускочит куда-нибудь вот я это тоже прошла и в принципе мама меня дисциплинировала что если ты испачкала ты сама должна сделать я своих уже разленила то есть они действительно не знают что это такое вчера они меня учудили в белых носках они бегали по площадке я им разрешаю бегать босиком то есть они побегали потом мы протерли ножки оделись и пошли но вчера я не доглядела и они у меня давай шастать босиком ой в носках белых ну ты желаешь что я мама ненормальная но в плане того что да у меня свое в хорошем смысле ненормальное да 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 я им сказала ну хорошо вечером приходим стирайте носки они не мы не будем знаешь что вечером я гру так стираем носки положила им носки показала как это делать мылом они у меня настирали и вероника потом повешала и такая говорит мам а еще есть носки сегодня мы пошли гулять они сели мамы носки снимаем носки сняли научились ну да конечно нужно нужно было ругаться они сразу почувствовали что если они так делают они будут сами отвечать за свои поступки это это в тему чего когда мама не успевает начните приучать детей к самостоятельности я просто вот еще из своей жизни ну вот расскажу из прошлого как они все трое начали ползать я например на кухне чищу картошку а они где-то у нас четырехкомнатная квартира и рай они по всей квартире ползают я понимаю я конечно с одной стороны это плохо я их приучила жаловаться а с другой стороны у меня выбора не было когда кто-то ко мне приползал я говорила ну паша я говорила паша посмотри что там алёша с максом делать расскажи мне что они там делают он полз к ним смотрел потом полз ко мне приходил и ой 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 что ты мне там рассказывал или вот так вот делал мне приходилось бежать и понимал что творят ну у меня выбора нету не было а еще был момент такой я понимала что нужно приучать к самостоятельности так же как ты я прям хоть они мальчики я их приучала чтобы они я их прям брала и говорила вот мы ставим тазик вот ваша одежда вот как нужно замочить я прям показывала вроде бы многие скажут мальчикам то зачем им очень хорошо пригодилось суворовском когда они были им очень хорошо пригодилась именно вот этот вот подход что я их научила этому когда они жили в америке они сами себе стирают они и причем знаете как стирают не так как многие мужчины что забросили все а потом вытащили белую кофточку она розовенькая да или там фиолетового цвета вдруг стал нет они четко знают что белая отдельно это отдельно они даже в тканях разбираются потому что вот с маленького крошечного возраста я приучала выбирать например я покупала три например вещи 3 вещи покупала они похожи были но разного цвета я клала на диван и говорила выбирайте где как кто какой выберет. С детства приучала выбирать, с детства приучала, раскладывать, с детства приучала, убираться с детства. У каждого была своя комната. Во-первых, это очень хорошо пригодилось в жизни. Ой, давай вот так хорошо, ты прям рядышком, а то где-то далеко было. Во-вторых, это мне упрощало работу, потому что, когда у нас начиналась уборка во всей квартире, у каждого была своя зона. По две комнаты, например. У кого-то туалеты и спальня, у кого-то кухня и, например, моя спальня, у кого-то зал там и коридор. И мне оставалось только другие какие-то вещи сделать, то есть приучение. И тогда маме становится проще, когда вы вовлекаете, а как это в бизнесе говорится, дублиц, ой, это как его, делегируете какие-то действия со своими детьми. Вы их к жизни приучаете, вы помогаете им, и они в этот момент вырастая, они просто самостоятельными становятся. Согласись? У тебя-то, например, Ромик подрос, Рома, и сейчас ты можешь запросто на целый день, например, уйти учиться. Я знаю, что ты проходила тренинги, а Рома сидит с двумя девочками, хотя он, в принципе, ему не 18 лет, не 17, но он может приготовить, он может накормить, он может уложить спать, поиграть, почитать книжку. У нас... Я помню, знаете, такую ситуацию, я звоню, Даша говорит, ой, ухожу, ой, боюсь, как они справятся. Ты звони, пожалуйста, Ромику. Я ему раз позвонила. Как у вас дела? Все хорошо. Второй раз позвонила, на третий раз он мне сказал, тетя Таня, вы чего звоните? Вот чего вы мне звоните? Я взрослый, вы думаете, если я вот, мамы нет дома, то все разрушилось, что ли? Супер-мамы, спасибо, бизнес-леди. Что-то разрушилось? Я знаю, как накормить, я знаю, как подготовить. У нас все хорошо, я дома, никаких проблем нет. Я говорю, прости, прости меня, Ромик, прости, больше не буду жить. Я не стала надоедать, потому что, ну, ему аж обидно, мне не доверяют. Да, 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 тут про доверие. Ну, это классный момент такой. С другой стороны, смотри, да, мы еще подняли вот этот красный момент, когда мы отдаем какую-то ответственность, да, за какие-то действия. Мы ребенку доверяем. Вот я сейчас тяну такой момент, что у девчонок в комнате, хотя, в принципе, да, они убираются каждый вечер, но все равно периодически в шкафах вот так вот все кубарим. Я вчера им сказала, я не притронусь, пока вы не начнете убираться сами. А вчера даже Вероника, раз постарше, она начинает убирать за Ксюшей. Ксюша говорит, я не буду. Я говорю, и Вероника начинает убираться, я ее взяла, отодвинула, сказала, вот Ксюша пока не уберется, спать не ляжет. Ну, потому что иначе, ну, старший берет ответственность за младшую, а младшая ножки снесла. У тебя-то, видишь, они одинаковые были, как бы им все равно. Ну, у нас тут же были, а не прям конкретно говорили. Лешка говорит, я вперед вас всех, родился, я старший. У них постоянно с Максом было, понимая, за несколько минут, да. 15 минут разница, да. Я старший. Ну, вот они берут старшие, конечно, ответственность. Ну, мы почему еще эту тему затронули дети и мамы, потому что я просто помню, что из-за того, что у меня было тройняшки, и у меня была такая возможность, я сидела три года дома. А у Даши априори пришлось сидеть дома, потому что у нас, она одного за другого. Ромика родила, сколько времени прошло? Нет, там 8 лет разница. Там 8 лет. А потом Дарья родила Нику. Веронику? Веронику. И трех лет не было, родила Ксюша. Практически по годке родила Ксюньку. И поэтому Даша сидела три года в декрете, переходя сюда. Беременность роды, беременность роды. Да, да, да. Ну, я все-таки, да, одногодки, я, честно, вообще не понимаю, потому что у меня хотя бы был период, и Вероника хотя бы два с лишним года, она была одна, потому что все равно ребенку нужно внимание, одной нужно внимание и так далее. Да, и даже сейчас про это мы с ней разговариваем. Я говорю, ты пойми, что я не стала тебя любить меньше, когда родилась Ксюша, потому что ребенок чувствует нехватку, когда переключается внимание. И вот, к сожалению, да, вот очень многие мамы, те, которые... Ну, тут вот несколько вот этих моментов, когда мама занимается только ребенком и другого ничего не замечает. Или перегиб, когда мама занимается только собой, и тогда вообще ничего в ее жизни не... Другое, да. Ничего не это. Или наоборот, когда мама с одной стороны, да, тоже есть такой перегиб, вот такая позиция жертвы, когда она делает все для всех и ничего для себя. И все за детей делает. Она практически из двух до трех лет в туалетик, и там посидеть, и по-моему про все остальное, да. И получается, что проходят годы, а потом когда-то, да, она вдруг просыпается и говорит, я всю жизнь для вас старалась, а я... И у меня ничего нет. Это еще, да, следующий кризис, когда может начаться вот это вот состояние. Все разошлись, а я никто, потому что всю жизнь жила чужой жизнью. Поэтому мы как бы затронули эту тему про мам, потому что она очень острая. И в нашем бизнесе, в котором мы с Татьяной, да, я и как психолог, нумеролог, патопрактик, чаще всего встречаю женщин именно с такими проблемами, когда, ну, мы с Таней в марафоне стройности про это говорим, женщины перестали себя любить, уважать. Это такой бич современного общества. Они не умеют. Не умеют. В том-то и дело, что... Они уж хотят, но не умеют. Все. Да, да. Пройдено много времени, когда ради кого-то, для кого-то, а для себя любимого, уже тогда не хватало времени. Но можно было это время для себя взять, но женщины не брали, многие не берут. У многих воспитание, как помнишь, мы в прошлые разы говорили про деньги, что воспитание, оно по-другому было. И многие мы зацепили эти 90-е годы, и 40-е годы, и 50-е годы. Воспитание мам, наших бабушек, оно было априори. Мы должны. Да ради Бога вы никому ничего не должны. Все из позиции хочу. Если из позиции хочу, вы делаете для детей, ради детей. Если из позиции хочу, вы делаете для семьи, для мужа. Если из позиции хочу, вы делаете для себя, для себя любимой, то все по-другому делается. Оно происходит в удовольствии. А не вот этот невроз. Вот такие вот чаще всего мамы такие. На детей, на мужа и катастрофа. Я никогда не забуду, знаешь, момент сейчас вспомнила, не планировала, но скажу. Никогда не забуду, в нашей компании Фабролик был один крупный лидер, очень крупный. К сожалению, она сейчас не в нашей компании, но я долгого вспоминала, когда она говорила, я на работе директор, а домой, когда я прихожу, я становлюсь мамой. Но вот этот переход из директора в маму, он сложный. Поэтому вся моя семья, говорит, знает, когда я прихожу домой, мне нужно 15 минут, чтобы меня никто не трогал. Она говорит, я захожу, здороваюсь, обнимаю, но даже слова, говорит, не говорю, у меня прям как замок на рту, чтобы не дай бог что-нибудь не сказать, как директор, потому что переключиться из одной субличности в другую субличность очень сложно. Она говорит, у меня я захожу в комнату, переодеваюсь, умываюсь, принимаю мамочкин вид, то есть домашняя, тепленькая такая, ну вот такая вот радушная, как мамочка. 15 минут у меня, говорит, есть специальная музыка, в которую я слушаю, чтобы успокоить свою нервную систему. Я, может быть, рассматриваю, говорит, иногда фотографии детей, то есть переключаюсь. И потом я выхожу, мама, теплая, радушная, и за счет этого очень крепкая семья у них. И с мужем у них замечательные отношения, и с детьми потрясающие. А у нее, если я не ошибаюсь, пятеро или четверо детей было. Не помнишь, у Инны сколько было детей? Ну, много. У нее прям много детей. И она вот действительно, она всегда бизнес-леди. Вот этот, я тогда послушала, думаю, боже мой, а я ведь с работы прихожу и шашкой на голову. Иди, и всем, и ничего не по мне. Смотри, какой момент, да? То есть это классно, когда можно выйти, поработать, пришел и переключился. А вот в ситуации, когда я вошла, получается, я вошла, когда мы переходили, создавали как раз проект Фаберлик Проджект, я была беременна Вероникой, потом я родила Веронику, мы как раз вышли в онлайн пространство, из оффлайн пространства, и все, я как буквально вошла в это состояние, и мне нужно дома переключаться. И такое огромное количество сейчас, да, в связи с ситуацией, что многие перешли на удаленку, это нужно делать как-то дома или как-то хотя бы регулировать, что действительно нужно... происходят перекосы, ну иначе... Ты все равно делаешь, я знаю просто. Нет, я стараюсь, конечно, и вот последний раз, да, я тебе как раз рассказываю, что я пробую разные моменты, и так, и так, чтобы уделять время, чтобы переключаться, чтобы там и готовить, и так далее. И понятно, что должны быть какие-то дни семьи, и погулять. Да, вот, например, мы сегодня пошли гулять, но у меня цейтнот, и я знаю, что мы гуляем, просто потому, что нужно погулять с детьми, но у меня в это время еще там планерка, мы марафон запускаем и так далее. И понятно, что как бы с одной стороны я не полностью с детьми, но они все равно, как бы, ну вот, они гуляют. Хотя бы такой момент, да, я могла бы... Совмещаешь, совмещение. Совмещаю. Да, иногда, конечно, не получается, иногда где-то злишься, и это все равно дети попадают... Ну, мы все живые люди, прежде всего, мы любили этого, да. Да, тут такой момент, что надо договариваться, конечно, было бы идеально, если у каждой мамы, кто работает дома, был бы свой рабочий кабинет, когда ты уходишь, ты заходишь в кабинет... видишь свое пространство, да. Да, ну, пространство, видишь как, оно не получается, потому что вот мне чаще всего из-за того, что я... Девчонки рядом со мной, им нужно постоянно мое пространство, и это постоянно все равно дергание. Ну, вот я тебе рассказывала на днях, что я с ними договорилась, я прям посадила, при условии, что одной четыре вот будет, другой шесть, я их посадила и сказала, так, девочки, вы там игрушки хотите, вы мороженое хотите, маме нужно работать, ну, потому что по-другому, ну, не так, ну, то есть сверху не упадет, и даже там вы, ваши целая куча желаний, хотелок и так далее, они тоже имеют место быть, когда есть деньги, но для этого маме нужно работать, маме нужно поработать там час-два, потом я смогу с вами переключиться, поиграть, что-то сделать, но если вы каждые 10-15 минут меня туда-сюда таскаете, попить воды, пописать, покушать, перекусить, там, яблочко и так далее, все мамы наверняка с этим знакомы, все 24 часа, да, это подтягивание внимания, это внимание, иногда даже не нужно, но они просто потребность, да, да, потребность, и тогда, говорю, давайте договариваемся, мы начинаем, то есть я сажусь, я работаю там час, потом я занимаюсь, мы там пойдем покушаем, попьем чай, я вам сделаю, потом мне нужно снова сесть, да, снова мне нужно поработать, потому что если 10 минут, я не успеваю сконцентрироваться, особенно если там нужно отредактировать видео, или там написать пост, все это оформить, ну, копирайтинг сделать, и многое другое там, рассылку. Да, 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 и получается, что с одной стороны я вижу, когда, да, вот эта рекомендация блогеров, многих, и тайм-менеджментов, что нужно поставить будильник 20 минут, и за 20 минут уделить внимание. Хороший момент. Запишите себе, потому что это модуль поможет, да. Да, прям ставите, то есть на какую-то задачу уделяете там 20-30 минут, ставите будильник и концентрированно на ней занимаетесь. Но согласитесь, иногда задачи не могут быть 20-30 минут. Не могут. Даже редактирование видео, оно, ну, никак не в 20-30 минут. И понятно, что нужно сделать, доделать, потом передых и начинаем следующее. Вот тогда это будет эффективность, потому что мы переключаем внимание, да, от одной деятельности к другой, мы сами не устаем, и если мы делаем промежутки, когда мы переключаемся быстро, там в ту же маму, в ту же жену, хозяйку, и мы что-то делаем. И, кстати, в эту тему, помнишь, я вспомнила, что я прям давала вебинар, может быть, нужно снова повторить в каком-то другом формате, там очень много да-да-да-да-да, ты прям классно давала. Да, прям тема, и я просто понимаю, что нужно снова возвращаться к этой теме. Там ты говорила же про конкретные дни. По дням. По дням. А ты объясни здесь. Можно я здесь тему скажу, а потом ты про это скажешь. Ты почему-то не сказала сейчас, что ты, я знаю, что ты делаешь переключения, иногда просто идешь в ванну, ложишься, принимаешь ее и отходишь, то есть вот, чтобы вот переключиться вот душевно, вот там, чтобы делаешь такие. Я по-разному, да, по-разному, вот посмотрите, из того, что Татьяна сказала, обязательно сделаю на эту тему прямой эфир, наверное, прям такой прямой эфир на эту тему. Про тайм-менеджмент. Каждый день недели руководит этим днем та или иная планета. И если мы будем созвучны с этими ритмами, которые нам показывает день, то мы будем более эффективны. И, например, понедельник и пятница, понедельник это луна, это когда нужно прокачивать свою луну, женские свои какие-то качества. Пятница и понедельник очень классные дни для женских покупок, то есть интуиция очень хорошо работает, и вы интуитивно будете понимать, какой товар более качественный, а какой нет, что вам подходит или нет, то есть это прям опираться на это важно. И это дни, когда мы занимаемся всеми процедурами красоты. На эти дни хорошо записываться в парикмахерскую, на маникюр, педикюры, массажи, то есть прям прокачиваем в Венеру и Луну эти женские энергии. И, соответственно, мы становимся более, вот как раз таки, умеем переключаться, становимся более гибкими. То есть мы заводим привычку с одной стороны, просто доставлять себе удовольствие, любить себя, а вместе с этим мы еще и запускаем вот эти прокачку, когда мы начинаем чувствовать себя. И это очень классный момент. И я могу так сказать, что там вторник отвечает Марс, и мы с Татьяной даже одно время как раз заметили, что Марс – это воинствующая планета. И смотри, когда мы идем наперекор тому, что в этот день агрессивно и очень много энергии, ее нужно сливать в полезное, заниматься спортом, бегать. Я забыла про это, прикинь, вчера вторник. Да, да, да. Ну, я сейчас вспомнила. В этот день хочется порвать всех, потому что очень много агрессии. Кому-нибудь. Да, 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 да. И кто под руку попадется, она. Да, да. Когда ты про это знаешь, ты просто можешь... Фух. Это просто мой Марс. Чем-то другим. Да, и все. Чем-то другим. Да, да, да. В этот день можно в спорт. У меня, например, в режиме дня была уборка по дому. Активная. То есть это помыть там ванну, полы и так далее, пропылесосить что-то. То есть что-то вот куда слить эту агрессивную энергию. К сожалению, вот сейчас я не так тщательно выполняю. То есть я периодически вспоминаю. Надо постановить. На меня Марс в плане... Да, в плане агрессии не так работает, потому что если я понимаю, так, Марс шалит, ладно, пофигу. Вот. То есть переключаешься. Среда. Честно, вот сейчас уже не помню. Среда, по-моему, Меркурий, четверг, Юпитер. Это очень классные дни для изучения чего-то нового, для освоения каких-то новых знаний, для запусков проектов. То есть это такой ресурс, два очень ресурсных дня для обучения, для развития себя. У нас прямой идти. Да, 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 да. Мы, понимаешь, мы с тобой, когда тогда, да, я планировала все дни. Да, мы тогда все поставили, а сейчас уже автоматически. Мы промо-акценты ставили, и у нас действительно запустился этот процесс, что мы интуитивно понимаем, в какой день ставить. Четверг, кстати, Ну, вы сейчас, может быть, даже и не окунаете, но просто автоматически у нас это отработало. Да, у нас где-то заложилось. Четверг, день инвестора. Я практически всех инвесторов, на кого подписана, они все говорят про то, что четверг очень классный. Да, вот подсказывает, среда Меркурий. Четверг, день инвестора, это когда очень хорошо делать сделки, заключать какие-то новые проекты, создавать. Все, что касается денег, сферы бизнеса. Суббота, это... Ну, вот я говорю, я уже не помню, отошла от этого момента. Надо провести эфир. Рада. Суббота и воскресенье тоже меняются понимания, когда ты не просто отдыхаешь, а это тоже два ресурсных дня, когда нужно проектировать свою дальнейшую неделю. И вот когда мы начинаем... Ты идею подала, нам надо будет с тобой прямые эфиры поделать по проектированию, по стратегическому мышлению. Любовь, спасибо. Умница. Все нам подсказывает. Да. Суббота. Ну вот. А, воскресенье солнца. Да, солнце как раз у нас в воскресенье, очень активный тоже день, и его надо с пользой проводить, а не просто валяться. В общем, смысл какой? Да, мы сейчас не про это, а именно про то, как инструменты. Да. Да, как инструменты тайм-менеджмента, в том числе и для мам. Потому что женщины все-таки больше интуиции, больше интуиты, больше начувствования, должны развиваться. Потому что это больше не про логику, это про внутреннее состояние. Слово «должны» уберем. Я именно это сказала про «должны», потому что это ближе к женской природе. То есть это про это. Это не про то, что женщина так должна. Но это именно свойственно с женщинами. Мы можем, когда мы можем работать, мы можем включать мозг и начинать работать из позиции мужских энергий. Я здесь маленькую поправочку, а дополнение сделаю. Для восприятия самой себя, когда мы говорим «должны», вы себе говорите «не я должна», а я просто… Я хочу. Мне необходимо это делать, потому что в данной ситуации иначе будет деградация. И чаще всего… Иначе по-другому нельзя. Чаще всего мамы, которые вот в кулуаре и все посвящено детям, все посвящено семье и мужу, то когда проходит процесс, что им пора выходить на работу или они все, детки, подросли в садику, они выходят в мир и понимают, где я была. Они как будто потеряли себя. Ощущение вот этого некомфорта. Потому что привычка работать, привычка общаться, привычка вести себя как-то, соответственно, по-взрослому, а не как мамочка. Очень многие… Я просто знаю точно, что очень многие мамочки, когда они выходят в работу, они начинают вести себя как мамы по отношению к коллегам, по отношению к своим партнерам, к окружающим. А позиция «мама-ребенок» в бизнесе – это вообще нельзя. Но мы же часто… Ой, эти кусечки, эти маленькие кусечки мои. А потом этот маленький кусечка говорит там… И ты… И ты говоришь… И все, и пошла, и ремня всыплю. Ну, я иногда так балуюсь, говорю, ремня всыплю, но в большей степени, конечно, лучше за взрослые отношения, а не совсем по-другому. Даша, скажи, пожалуйста… Вообще, в принципе, в жизни взрослые отношения важны, а не вот это, да, игра в детство. Оно везде подходит, вот этот вот треугольник. Скажи вот про этот треугольник. Треугольник картмана? Да. Да. Смотрите, есть треугольник картмана, это жертва, спасатель и агрессор. Есть треугольник взрослый, родитель и ребенок. И мы постоянно… Ну как, это счастье, кто не включился в треугольник картмана, жертва, спасатель и этот. Но, к сожалению, очень многие включаются. И треугольник взрослый, родитель и ребенок. Тоже мы не на своем месте, многие находимся. Это травмирующее постсоветское прошлое, к счастью, есть люди, которые сейчас учат вставать на свои места. Ну я Татьяне просто рассказывала, что мне очень хочется пройти обучение, именно как раз по расстановкам, для того, чтобы четко понимать. Я понимаю, что реально срез такой, многие не на своих местах. Именно мы переходим в позицию мамы в бизнесе и всех целуем во все места, а потом вдруг не понимаем, почему ребенок ушел. Ну потому что мы мама, значит он ребенок. Причем мы не можем поставить партнера на позицию ребенка. Мы не можем. Когда мы встаем на позицию мама, соответственно, партнер встает на позицию ребенка автоматом. И только когда мы переходим в позицию взрослого, тогда он может перейти в позицию взрослого. По-другому не дано. Так устроен мир. И когда мы на него начинаем обижаться, мы тоже переходим в позицию ребенка и говорим, нет, я с тобой так не играю. Ну, согласись, уже проходили этот момент. Ну, все проходят, и я проходила, и ты проходила. Все не застрахованы, потому что с одними, может быть, оно идет как вот ровненько, как должно быть, а есть определенные люди, с которыми ты входишь в контакт, которые близкий контакт, особенно с близкими людьми. Чаще всего этот треугольник, он часто, очень часто срабатывает. Я вот по отношению к своим детям, я понимаю, что я мама, я понимаю, что мне не все иногда нравится, то, что они делают, но я прям себя держу вот так вот, я понимаю, это их жизнь. Я не имею права им говорить, что ты неправильно живешь. Это их шишки, это их вот моменты, на которые они должны натолкнуться, на которые они должны наступить на эти грабли, чтобы в следующий раз они так не делали. Конечно же, советы какие-то. Может быть, почему у нас вот хорошие отношения? Сейчас моим детям 30 лет скоро будет. Почему мы до сих пор вот в отношениях добрых, каких-то таких радушных, как друзья? Потому что я не лезу на их территорию. Бывает, конечно, иногда, когда просто я уже не выдерживаю, я говорю, «Боже, боже, боже, боже». Ну, это я, честно, возмущаюсь, но не мораль читаю. У вас хорошо выстроены границы. То есть даже если ты включаешь маму, то они, если им это не нравится, они говорят, «Мам, не лезь». Да, они прям так говорят, что... Да, ты понимаешь, что всё, окей, вы справитесь и всё. То есть понятно, что хочется, да, вот гиперконтроль включить и так далее. Но когда у детей тоже хорошо всё выстроено именно с границами, то они говорят, «Мам». Да, да. И ты говоришь, «Окей, всё». То есть ты не продолжаешь. Ты, «Нет, нет, нет, давай вот так, давай вот так». Путь, 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 путь. Мы с тобой сейчас изобретём целую кучу вот этих фишечек у нас придёт. Ну, может, поэтому, Даша, они у меня партнёры. Ну, да, да. Они же у меня, мои сыновья, партнёры мне в жизни. Да, партнёры в нашей команде. Партнёры мне в жизни и партнёры в нашей команде, а не фаберлик-директора. То есть, может быть, поэтому, потому что отношения выстраивались не то, что дружеские там с детства. Там было как-то и кнут, и пряник, но больше было не морали, а именно беседы и многое другое в стройку. Нам, кстати, эту тему про детей нужно, наверное, будет ещё дополнить, потому что мы не успели. Да, я тоже думаю, что много чего нужно сказать. Смотри, Тань, тут ещё хороший момент. Ты поймала себя на мысль, ты как раз говоришь, да, по поводу детей. Когда у нас появляется желание перевоспитать детей, это большая ошибка. На самом деле, всё, что мы говорим, они не слышат. Мы можем показать только своим примером. Да. Когда ты своим примером и упорством показывала, что есть другая жизнь, что только на одном вашем маленьком городе, в каких-то непонятных группировках, потому что действительно с ними могло, мальчишки, могло произойти всё, что не самое нехорошее. И были всякие ситуации тоже. И были, да. Но они, вот когда выращена вот эта внутренняя опора, они понимают, что можно по-другому, они начинают искать пути, как по-другому, как учиться, как развиваться, куда идти, кого слушать, кого вообще не стоит слушать. И именно своим примером ты показала этот путь, ты завела их туда. И поэтому, да, отчасти у нас, для нас такая наболевшая эта тема, потому что многие мамы, когда они сидят только в декрете, в закрытом пространстве, общаются только с мамами, которые круглосуточно смотрят сериалы, какие-то непонятные передачи. То есть когда меня муж обвиняет в том, что я смотрю там что-нибудь типа прямого эфира, я говорю, у меня так мозг немножко разгружается. То есть когда просто вот фонит что-то непонятное, то есть оно... Ну, переключается. Мозги перестают так быстро работать. Потому что когда я вчера Татьяне рассказала... Тебя замедляет это. Она мне говорит, Таня, ой, Даша, я за тобой не успеваю. То есть сказана фраза, а у меня побежала. И когда я смотрю такие передачи, я немножко так приземляюсь. Заземление происходит, чтобы вот это не произошло, вот это фейерверк это, чувств, эмоции и тому подобное. Да, да, да. Поэтому, а есть те, кто от этого ловит кайф, те, кто живут в этом состоянии обсуждения, негатива. Вся жизнь заключена только в том, что как встретиться с подобной же мамой... Я очень хорошо отношусь к мамам, но когда круглосуточно нет никаких разговоров, кроме того, кто как пописал, покакал, поел, какие памперсы выбрать и в каком магазине. Я только хотела об этом сказать, потому что очень часто, когда садишься где-нибудь, вот тебя тоже не замечаю раньше, когда садишься в песочницу, начинается обсуждение, особенно где маленькие. А у вас какой стул? Ой, что-то у нас там зеленый стул. А какашечки какие? И вот это же... Поэтому... Ну, только об этом это все. Это уже... Ну, только об этом, да. Сейчас, смотри, сейчас немножко повернулся мир, потому что многие все-таки мамы вошли в интернет, да, и кто-то мамы и там играют, кто-то мамы там просто читают блогеров. Но прекратите жить чужой жизнью. Начните жить свою. И тогда через... Может быть, не скоро, да, может быть, это будет долгий путь, но вы начнете жить свою жизнь. Вы там через 20 лет, когда дети пойдут жить своей жизнью, вы не скажете, что, блин, я всю жизнь на тебя положила, за тобой ходила, а ты мне вот берешь и вот такое... А я тебе не нужна, да? А я тебе не нужна. И самое страшное, это не то, что там я детям не нужна, а то, что я сама не знаю, кто я и с кем меня едят. Ну, есть еще и такой момент, привязка к детям, понимаешь? Происходит очень большая привязка к детям, когда ты посвящаешь всю жизнь только ради детей, только в семью и только в детей, то когда дети вырастают, они априори должны уйти, они из гнезда должны вылезти. Да. И вот эту вот привязку, вот эту пуповину разорвать для родителей чаще всего очень трудно. И происходит, дети взрослеют, женятся или выходят замуж, а мама продолжает ходить и там указывать. Не то готовишь, не так делаешь. Чаще всего... Да, разрушаете тем самым новые семьи, накладывая свой этот отпечаток. А дети у кого не... Свекрови, это же катастрофа. Они за своего мальчика, не дай бог, там накормили что-нибудь, вот сольки мало положили. И бедная снаха не знает, куда снимутся. Хорошими свекровями. Не знаю. Мы с тобой будем хорошими. Ну, надеюсь. Пока говорят, что я хорошая. Да. Я не лезвую, держу себя. Потому что всякое бывает. И действительно вот это умение выстраивать взаимоотношения и не лезть в лон святых. Да, да, да. Поэтому вот давай будем немножко закругляться, судя по времени. Мы просто затронули сейчас очень вот эту важную тему по поводу материнства и детства, что на детей можно повлиять только тогда, когда ты сам развиваешься, когда ты сам меняешься, когда ты не зацикливаешься в своих проблемах, когда ты идёшь и живёшь свою собственную жизнь. Поверьте, то есть, ну, на моём опыте, да, Татьяна знает, что иногда действительно, когда исковеркано представление, может быть, вы даже не понимаете, но вы не понимаете, какая ваша жизнь, очень сложно туда идти, потому что это страшно. И, к счастью, есть сейчас огромное количество инструментов для того, чтобы это изменить. И вот почему мы затронули тему, что компания Фаберлик, вот буквально, да, вчера стартовал проект «Я мама», он посвящён всем женщинам, не только тем, у кого есть дети, а те, которые готовятся. Но желательно, чтобы зарегистрированным быть, тогда всё будет клёво. Сейчас скажу про это. Мамы, те, которые готовятся стать мамами, да, будущие мамы, и это круто, когда вы подходите осознанно, что не так, ну вот родиться, потом разберусь, вот, а что я хочу уже сейчас дать ребёнку. Я понимаю, что там, например, в 18-20 лет, ну, как бы туда думать ещё сложно, да, ну, хотя я знаю таких людей осознанных уже сейчас. Ну, вообще-то то, что мы о чём мы думаем всё равно, даже ребёнок, когда в животе, он уже что-то слышит, он что-то ощущает, когда мама себя как ведёт. Ну, я даже, Таня, не про будущее в плане, когда беременна, а когда женщина просто готовится, что она планирует выйти замуж, планирует забеременеть, она уже начинает туда думать, и, соответственно, и дети будут рождаться другими, не так, которые, ну, вот просто родились, и мама теперь решает. То есть я вот, например, да, когда была в роддоме, я столкнулась, что девочка уже родила, но она вообще не готова к тому, что она родила, что вообще с ним делать. И таких много, даже сейчас, когда мир информационный, что можно всё прочитать, всё в доступе, всё бесплатно, можно пойти к специалистам, проконсультироваться, есть и по грудному вскармливанию, и как вести беременность. То есть много сейчас, всё в доступе, но многие даже про это не знают или не хотят. И вот поэтому вот этот проект «Я мама» вообще классный в том плане, что это для всех, для всех женщин, для всех возрастов, для всех уровней социального статуса, денежных. Очень жалко, что в моё время этого не было. Не было в моё время. Как было бы здорово, быстрее бы произошли бы процессы, которые произошли потом. Я бы сейчас, может быть, уже была бы каким-нибудь генеральным партнёром, или у меня был бы какой-нибудь собственный завод, потому что у меня было время, которое я могла посвятить на себе любимой, тогда. Но не было ресурсов, не было вот таких вот ситуаций. Да, ты просто не знала, как. То есть, смотрите, не было, интернета не было, понимаешь, Даш. Только в книгах, и всё. И поэтому надо пользоваться этой возможностью, когда оно приходит. Под грудь кормишь, и добро пожаловать, слушай шикарных спикеров, и развивайся. Тут играет малыш, постелила ты ему, игрушечки разложила, пусть он играет, занимается под присмотром, а ты изучаешь. Но не хочешь, чтобы ребёнок слушал наушник один, какие проблемы-то? Да, да, ну, я уже привычка, у меня даже иногда я снимаю наушник, а ощущение, что наушник уже... Некоторые говорят, я не могу на вебинар прийти, потому что у меня дети. Я говорю, так наушник оденьте. Пусть ребёнок у вас будет на руках, пусть он рядышком играет, а вы в наушники можете просто, у меня муж не отпускает, хорошо, оденьте наушник, слушайте в телефоне вебинар. Рядом лежите. Мужчины, все закройте уши, я сейчас буду говорить. И делайте вид, что вы рядышком с ним смотрите сериал. На самом деле, вебинар, который вам надо. Ну, почему нет? Ну, сделайте вид. Я придумала тебе новую рубрику «Секреты опытной мамы». Хороший момент. Давай поговорим об этом. Ну, по большому счёту, мы сегодня начали, да, про это говорить. Ну, мы, наверное, ещё зацепим, но этот момент. Да, я думаю, ещё зацепим, потому что такая тема, она большая, огромная. Мы бы очень будем благодарны, если вы после эфира или в комментариях, когда видео будет доступно, напишите нам, что здесь в этой теме ещё нужно, может быть, прям более мелко сделать, прям, говорить прям чётко только про, не знаю, про тайм-менеджмент или как маме развиваться в бизнесе, или как маме совмещать дети и бизнес, потому что мы сейчас делаем просто, вот действительно так, вход в эту тему, потому что нам она важна, а мы в этой теме, мы вот так уже опытные, да, вот, поэтому мы обязательно расскажем. И, конечно же, приглашаем в этот проект Я Мама, для этого нужно зарегистрироваться в компании Фаберлик, быть консультантом, и я даже скажу такой момент, что с вас не будут требовать делать закупки на 15 тысяч рублей, ничего с вас требовать не будут, вам нужно будет просто зарегистрироваться, потому что именно по регистрационному номеру можно войти в этот сайт, можно войти только, да, Да, сайт Я Мама. Прям отдельный. Да, кому будет интересно, пишите под, когда видео встанет постом, под нашими комментариями, либо пишите в личку, мы скинем ссылки на этот сайт, там можно зарегистрироваться и получить подарки. Там будет развитие по 8 сферам жизни, это здоровье, дети, карьера, личностное развитие, это, Таня, подсказывай, не помню, не скажу, не помню точно. Да, вот я сейчас тоже, ну, это, ну, в общем, все сферы жизни, которые самые важные. У меня написано конкретно, вот предыдущий пост, у меня конкретно написано все сферы и написано все эти, как его, в Питере кто там будет, там только Озаренок будет, там психологи будут, там диетологи будут, там кого только нету, прям вот полностью формировать мамочку будут, прям помогать ей. С разных сторон, да. То есть, смотрите, такой момент, что это все женщины, которые прошли уже успешный путь, они выстроили свой бизнес, выстроили взаимоотношения, выстроили себя. А, да, два мужчины. Два мужчины. Один психолог, а другой, не помню, тоже что-то. Ну, тут, тут, смотрите, тут есть такой момент, иногда мы, когда я, у меня был опыт, когда я ходила к психологу мужчине, почему? Потому что важно взглянуть на взаимоотношения с другой стороны, потому что, да, иногда мы думаем, что только так, на самом деле, мужчины думают совершенно по-другому. Они более упрощены, они не включают наши эмоции, которые мы, а это, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это, он говорит, и теперь пошли спокойно. Да, он изумляет нас, мужчина. И поэтому очень полезно посмотреть с этой стороны на взаимоотношения особенно, и, ну, действительно, это очень важно, начать развиваться во всех сферах. Даже если, как мы говорим, должен быть приоритет в чем-то одном или двух, ну, чтобы хомячка не разорвало, то вы понимаете, то вы понимаете, что вы хотя бы сделаете диагностику, то есть в какой сфере у вас совсем провал, а в какой сфере вы, ну, на такую пятерочку крепкую, да, стремимся к десяточке, чтобы было все в прям идеальный круг, хотя я сто процентов уверена, когда вы дойдете, вот сейчас вы поставили точку B десятка, сейчас себя на пятерочку, что когда вы дойдете до этой десятки, вам точно так же покажется, что это крепкая пятерочка или даже ниже, и вы снова будете себе ставить новую десятку. Но все равно хотят бы понять, какая зона, сфера, зона, которая у вас, ну, как, зашкаливает, как нормально идет, а какая просто приземляется и не дает вам возможности себя почувствовать другими. Кстати, вот, я тут еще раз допомню, когда делаешь вот эту диагностику по сферам, как вы анализируете себя по сферам жизни, вы понимаете, где вы больше внимания уделяете, а где нет, и вам вдруг кажется, что что-то не то в жизни, а когда вы это делаете, вы четко видите, где что-то не доделываете, и вы просто принимаете решение, что, ну, да, сейчас вот так, вот сейчас вот так, я не буду париться, я не буду себя за это гнобить, я просто пойду, и, например, там, если мама в карьере, я сначала себя сделаю в карьере, потом буду выстраивать взаимоотношения, ну, по крайней мере, вы себя не будете гнобить, потому что вот эта гнобнежка, вы еще хуже себе делаете, у вас и карьера не строится, и взаимоотношения. Ну, знаешь как, или, может быть, в данной ситуации, понимая, что вот у вас, вот, например, не хватает, что-то вы не доделываете, вы, может быть, будете просто выделять определенное количество времени, ну, предположим, какой-то день полностью для взаимоотношений, или, например, выделяете какое-то время полностью для взаимоотношений с семьей, с мужем, с детьми. Я, например, точно говорю, что я вот, когда работала в ларьке, когда я вышла на работу, я работала в ларьке, и до позднего вечера, я понимала, что у меня на детей времени нету, прибегаешь поесть, приготовить, что-то сделать, тратата, но я выделяла это время, когда укладывала их спать, я специально выделяла, то есть, я их ложила спать, я им читала сказки, причем читала с разными голосами, папа у нас там на гитаре играл, то есть, мы делали вот такие моменты, мы учились буквы делать, мы прям слова составляли, три кроватки стояла, и прям на полу я вот это все делала, но это общение, я обязательно подходила к детям перед сном, и каждого целовала, и желала спокойной ночи, до сих пор, когда они приезжают, сейчас взрослые мужики, я прихожу, они говорят, ну опять, я говорю, да, и вечно, я просто подходила, целую и говорю, спокойной ночи, у меня ритуал такой, я привыкла к этому, но и теперь, когда подросли дети, они конкретно говорят, что, они, например, говорят, мама нам дала любовь и уверенность в жизни, папа нам дал, они прям говорят, любовь и уверенность в жизни, мы верим в себя, мы верим в семью, мы верим, что мы все можем, папа нам дал силу и дисциплину, все, супер, потому что так и должно быть, они должны, когда они это чувствуют, у них все в жизни сразу складывается по-другому, то есть они уверены в себе, и им никакие преграды не преграды, даже если что-то происходит, да, да, они готовы туда двигаться, они готовы туда идти, вот это самое важное, что мама должна дать, но это через маму происходит, и вот это уверенность, это через маму, это через маму, если мама сама не уверена в себе, если мама постоянно где-то что-то, ей некогда, потому что она только картошечку чистит, чтобы там котлеточка в 40 штук сделать, как у меня 48 штук я делала котлет на полтора дня. То в данной ситуации, ну вообще жесть, то в данной ситуации ничего не дав детям, дети вырастают, они никуда не идут, они даже куда-то приходят, они просто в этой жизни теряют многое. Потому что мама, как ты помнишь, все время говорила, все из детства. Все из детства. Если ваши дети выросли, вы дайте внукам что-то другое, если вы хотя бы для внуков что-то сделаете. Следующий уже этап. Это уже следующий этап внука. Все равно, понимаешь-ка. Я просто про то, что вот сейчас можно войти в этот проект, себя познать, себя отработать, отшлифовать свой бриллиант, стать бриллиантом, бриллиантовой мамой. Да? Да, перестать перестать быть песчинкой, стать бриллиантом. Классно. О, классно. Да. Замечательно пожеланий. Когда, когда, смотрите как, когда мама не развивается, когда мама забивает на себя, когда мама вообще забывает про себя и не любит, то когда проходит время, мама и не нужна детям. Ну, потому что, ну, как, она нужна, да? Да, ну, это любовь исковерканная. А когда, вы просто представьте, когда вы занимаетесь собой, и даже если, периодически, да, у меня возникают мысли, что, блин, я там где-то их бросила или там что-то не додаю. Но я просто понимаю, когда пройдет время и когда дети вырастут, и когда они развернутся и скажут, «О, я горжу своей мамой, потому что она не только меня вырастила, но она еще и вырастила себя, там бизнес создала, какое-то дело по наследству передала и так далее». То есть это сразу вырастает, вы вырастаете в глазах из себя, общества, и вы выполняете свою главную миссию, да? Ну, то есть вы дали основу, базу детям, и вы счастливы. Дети будут счастливы только тогда, когда сама мама счастлива. И поэтому вы, а это начинается с того, что когда мне задают вопрос, «Как ты все успеваешь?», то просто берите и делайте, используйте все инструменты, которые есть. И вот проект «Моя мама» огромное количество информации в интернете, но если вы ленитесь ее искать, или вы не знаете, где искать, а тут вам все дано. Все, вы просто берете, смотрите, Я вот так делала, так вам вот так вот в рот положат все, вот так вот, как галчонку все в рот положат, и все это получите. Это вообще великолепно. Да, поэтому просто заходите, выполняете упражнения, да, и еще мы совсем, мы совсем забыли. Ну, так, так, это фигня. Там еще будут бонусы, подарки для тех, кто будет выполнять зиму. Да, там еще подарки, да, да, да. Да, но это так, фигня, это не самое важное на самом деле, да. У нас, наверное, скоро закончится. Да, у нас есть. Мы подвели итоги. Ну, мы сейчас кратко не сможем их подвести. Мы их просто сделали мамой ребенок. Подумайте, подумайте, какая вы мама, или какой мамой вы хотели бы быть. Какие у вас взаимоотношения с детками, или, ну, или с детьми уже взрослыми. Можете ли вы что-то поправить в своей жизни, исправить какие-то веки? Ну, конечно, можно, но об этом надо задуматься. Тут важно, наверное, понять, что именно вы хотите исправить, что именно вы хотите получить. И если вы сидите сейчас в декрете с маленькими детьми, то подумайте, кем вы будете после того, когда вы выйдете с этого декрета. Я не говорю, на какую работу вы пойдете, я говорю о том, кем вы как личность будете, как личность женщины. Как личность не мама, а именно человек. Потому что это самое ключевое у нас заканчивается. Так что, девочки, тему мы не закрыли. Мы дальше будем двигаться. А всем удачного осознания, понимания. И включайтесь в проект «Я мама» от Фаберлик. Это вот точно вам даст благо. Ну, уже все. Уже прям раз.